Всем привет, с вами Содерлинг, и я наконец закончил подготовку материала для новых выпусков пасхалочек в удивительном мире Гамбала. Более того, прямо сейчас у меня готово сразу два выпуска. Этот первый, а второй я выпущу ровно в тот момент, как вы наберёте на этом видео 40 тысяч лайков. Он лежит уже готовенький и залитый на канал, и стоит вам набрать здесь необходимое количество лайков, я тотчас же его выпущу, когда бы это ни произошло. Пускай даже ночью или же всего через час выхода этого ролика. Всё зависит только от вас. Итак, фильмы, мультики, аниме, игры, всё это уже было. И теперь же пришло время поговорить о мемах и вирусных видео, которым столь часто отсылаются создатели сериала. Ну, к примеру, помните, как в эпизоде «Секрет» первого сезона Гамбал записывает на вебку, как он танцует, но случайно в хлам разрушает свою комнату? Так вот, это точная копия старенького видео, как девочка бьёт точно так же ненароком люстру. Эти два ролика практически идентичны, вплоть до лампы и глюков. А то, как Колин вращает палку и бьёт ей туда-сюда в серии «Клуб» — это не просто детские забавы, а отсылка к ещё одному вирусному видео «Стар Ворс Кит», в котором паренёк, фанат «Звёздных войн», также забавно крутился со шваброй. Колин даже звуки светового меча воссоздает ради полноты картины. Ещё круче отсылочка на этот же ролик была в эпизоде «Радость», в котором на одной из записей директора Браун с передышками шваброй пытаются выполнить те же боевые движения. А когда Дарвин в этой же серии по действиям вируса «Радости» видит галлюцинации, Миссимен в его глазах представляет из себя странную игрушку-обезьянку. Это так называемая носочная обезьяна, и она существует и в реальном мире, давно уже став забавной частью поп-культуры. А когда Дарвин просит Пенни повторять за ним движения в серии «Шторм», они исполняют танец Джона Джейкобсона из ещё одного вирусного видео, где мужчина, полный счастья и энтузиазма, показывает зрителям ту же хореографию и просит зрителей за ним повторять. Из-за его искренней радости во время исполнения танца интернет на данный момент времени решил отдать ему титул «Добрейшего и светлейшего человека на всей земле», и потому ещё забавнее того, что Дарвин использовал этот танец не в столь хороших целях. А помните, как в серии «Предсказания», когда Гамбл начал внезапно переживать за то, что рано или поздно он окажется в трусах перед целой толпой, боясь и лишнего шагу ступить, в один момент его тело начало внезапно очень жутко избиваться? Это было очень странно, но это тоже не просто случайность, а референс к не менее стрёмному видео Дэвида Ливандовски с самым нормальным походом нормального человека в магазин. Даже музыка такая же. И ещё в прошлом видео я вам показывал ту сцену из эпизода «Другие», в которой Гамбл так отчаянно пытается стать суперсаяном. Так вот, это не просто отсылочка к Драгонболу, это отсылочка к старому заверсившемуся видео, в котором парень тоже пытается стать суперсаяном, пыхтя и крича, как и Гамбл. Но если парню с помощью суперкрутых спецэффектов удалось достичь желаемого, у Гамбла ничего не вышло. Хоть и казалось, что он вот-вот взорвётся. Но мне нужно лишь поверить в свои силы! Вот такого мема в Гамбле явно не хватает. Вы, кстати, знали, что этот мем пошёл из Джоджио и настолько распространился, что те, кто его используют, даже и не смотрели никогда это аниме. В Джоджио вообще полно мемесов, которые можно было бы поставить под Гамбла, и они бы просто шикарно вписывались в мультсериал. Ну реально, это аниме сейчас настолько популярное, что я очень даже готов поверить, что накачанный Ричард в этой позе – это Джоджио референс. А Лесли тем более. Ведь вполне возможно, что это и есть отсылочка к Джоджио. Ну реально. Я прекрасен. Да, я даже стал красивее, чем был раньше. Вообще в Гамбле довольно мало мемов из аниме. Что там было? Лицо Энелли из Ван Писса, упоминание о Канухе из Наруто и всё. Это даже не Гамбл «Вернись в Кануху!» А как же Геройская Академия, а? Там ведь дофигища мемов. Сейчас как раз четвёртый сезон выходит на Крончи Роли, было бы очень даже в тему. Не знаете, что такое Крончи Ролл? Аниме на русском! Быстро и вкусно! Смотри, влюбуйся! Это Крончи Ролл! Крончи Ролл! Крончи Ролл! А при переходе именно по моей ссылочке в описании вы получите бесплатный доступ к сервису и всем-всем аниме на целых две недели. А у меня есть для вас ещё одна отсылка к мему по Драганболу, но в этот раз она очень-очень секретная. В эпизоде «Код», когда Гамбл и Дарвин попадают в пиксельный мир, как ни странно, стоит обратить внимание на код. Это не столь лишь заметно, но среди всего прочего в этой нерезберихе можно отыскать надпись «Хейт больше девяти тысяч». Это отсылка к очень распространённому некогда в Америке мему из «Драганбоу Зетт». Ведь чем больше ненависти достигает Саян, тем больше его мощь. А этот чувак преодолел отметку в девять тысяч. Ещё одна секретная пасхалочка появилась во время глюка буквально на долю секунды в эпизоде «Сигнал». В этом кадре можно увидеть надпись, которая гласит «Мик Грейв съел моего хомяка». Это отсылка к очень громкому от своей нелепости заголовку одной британской газеты. Там значилась подобная же надпись «Фредди Старс съел моего хомяка», о чём заявляла эта девушка. А Мик Грейв, с чьей имя было использовано в этой пасхалочке, это главный режиссёр и сценарист удивительного мира Гамбала. В этой же серии была ещё и аллюзия на логотип бренда Пума. Не менее забавный заголовок был спародированный в эпизоде «Дядя». Когда Гамбл пытается сблизиться с очереди знакомства с Марио, Паучок просит его сперва предоставить доказательства в пользу искренности их дружбы. В качестве одного из них Гамбл расклеивает по всей школе постеры о том, что он более не дружит с Дарвином, ведь теперь очень его новый лучший друг. Убогие шрифты, зачеркнутые фотки – всё это референс к одной записи из Фейсбука, в которой Асим сообщил друзьям, что прекращают дружить с Мудасиром, и его новый лучший друг – это Салман. Но это просто не могло не завируситься. В попытках выяснить точно ли Гамбл является другом Мочи, последний похищает нашего главного героя, надевает ему на голову мешок и грозится убить. Всё это отсылка к очень скандальному и ныне удалённому пранку, хоть и есть перезаливы, Сэма Пеппера, в котором он проделал то же самое со своим лучшим другом, после чего весь интернет его захейтил. Это такая же, что в русском дубляже этот момент вообще вырезали. Даже Тобиас в эпизоде загрузки делает гораздо более безобидные пранки. В разы безобиднее. В этой серии, кстати, довольно-таки много мемных отсылочек, им, собственно, и посвящён эпизод. К примеру, Гамбл и Дарвин постоянно натыкаются на Чихуахуа с саксофоном, хоть и тыкали на видео с совершенно другим названием. Это определённо такая своеобразная замена рекролингу в их вселенной. Ну, знаете, когда вы просите скинуть вам какое-то видео, а вам кидают это. Сама же песня Чихуахуа – это референс к также очень заверестившемуся выступлению эпического парня с саксофоном с Евровидения 2010 года. Он почему-то кажется мне таким смешным. Алан же в этом эпизоде участвует в Ice Bucket Challenge. Ну, вы помните, когда все знаменитости не только обливались холодной водой из ведра, только Боберт воспринял это буквально из кину на Алана Глебульда из ведра. Сасси пародирует бьюти-блогерш. Ричард Летсплееров, правда, играет он только в стандартные игры Windows, а какой-то Риккио сделал пуп из пранка Тобиаса. И во время этого ролика можно заметить очень знакомый нам мемчик. Чуть-чуть переделанный, разве что во избежание авторских прав каких-то. Видеошерифа в этом эпизоде, если присмотреться, называется «Донат Трамп», что является отсылкой к Дональду Трампу. Кавер мистера Корнеля называется «Корнеудит», что является аллюзией к еще одному старому зарубежному мемчику «Неудит», которым люди насмехались на тем, как другие лажают в попытках что-либо сотворить. В данном случае у мистера Корнеля явно не вышло нормально сыграть одновременно на двух инструментах. Ролик, в котором мистер Смоу рисует и кричит, это пародия на перформанс корейского художника, который кричал «Каждый раз стоило ему провести кисточкой по холсту». Ролик, в котором женщину уносит за собакой, отсылка на этот видос. Создатели Гамбала его даже не анимировали, а просто пересняли. Когда же Джейми поет, это референс к очень завирусившемуся когда-то Вайну. Он же был спародированный в серии «Интеллект». В эпизоде интернет Гамбл и Дерфин точно так же сидели и смотрели видосики, пока не наткнулись на одно очень спокойное видео со скримером в конце. Тут всего лишь машина. Это ссылка, как известный, очень завирусившийся рекламе «Кэйфи Кофи», с которой и пошел этот самый тренд. Даже мелодия похожа. А в серии «Рецепт» на это же видео наткнется и Антон. Затем же реакция Гамбала на этот ролик разлетится по интернету, станет мемчиком в мультике и все начнут клепать с ним смешные монтажики. Одним из таких стал видос, в котором род Гамбала вылазит из его глаз, а все его тело затем изо рта. И скорее всего это отсылка к криповым работам серияка, который, кстати говоря, работал некоторое время на Adult Swim, ночной версии карты нетворка для взрослых. К этому же автору была аллюзия и в эпизоде «Секретное меню» в виде жутких генетически модифицированных коров. Опять же, возвращаясь к серии «Интернет», хотел бы обратить ваше внимание на киберполицейского, ведь его внешность была срисована с печально известного на англоязычном ютубе отца Джесси Слоттер. И более того, эта дискета прям цитирует некоторые его фразочки. Тот же термин «киберполиция» прозвучал именно из его уст, после чего множество раз цитировался и пародировался. Когда же Гамбл начал паниковать из-за попадания в сеть, Дарвин произносит «По-моему, на сегодня хватит с нас интернета». Это также референс к довольно часто используемому ранее мемчику. Когда пользователь натыкался на нечто из ряда вон выходящее, что вызывает лишь отрицательные эмоции, эта фраза полностью отображала его реакцию. А в эпизоде «Драма» можно легко заметить отсылочку к мемчику «Ты и тот парень, о котором она сказала, можно не волноваться». В серии «Поделка» после прохождения долгой и сложной миссии Гамбл выглядит как тот самый задрот из мемов. Похожего чувака главный герой изображает и в эпизоде «Очередь», когда он притворился блогером и через видео сообщил стоящим впереди в очереди ребятам о том, что новая часть звездной ADC вышла, так сказать, не очень. В ролике он называет себя «Малыш Доли 1923», но те, кто сидит на англоязычном ютубе, думаю, сразу разглядят в нем зарубежного гикблогера «Буги2988», которому и была сделана данная аллюзия. А выражение лица Аллана на протяжении практически целой серии под названием «Святое» — это очень популярный мемчик, а если точнее, это лицо Яронайки, персонажа одной старой яуэйской манги. Школьный маскот в эпизоде «Треугольник» на первый взгляд напоминает Дональда Дака — утка с синей шляпкой, ассоциации очевидны. Но если быть точнее, то скорее уж отсылочка к его коряво нарисованному братишке Долану, также очень популярному мемчику. В серии «Особый день» Уотерсон и в ожидании Николь все делают покерфейс. В эпизоде «Начальник» фейспалм Гамбл и отсылочка к этому мемчику. А момент, когда Гамбл впервые зашел в интернет в серии «Гении» — это пародия на сцену из ACDF Movie 4. В эпизоде «Магнитолог» Гамбл натыкается на видео, где мужчина плащет, и его с глаз вытекает целая река слез, после чего Гамбл и сам начинает также рыдать. Это отсылочка на довольно популярную гифку. Но в то же время Дэниэль, отец Николя, это просто полноценная анимационная версия угрюмого кота из мемчиков. А в серии первого сезона «Под натиском друзей», когда Масами заставляет Дарвина уйти целоваться с ней, род этой рыбки принимает такую же форму, как и вечно открытый род дома, очень популярного маскота японского канала Fuji TV. А в эпизоде «Пароль» на Лиса, Гамбл и Дарвина вытягиваются странные жуткие улыбки. Это отсылочка к Бену Утопленнику из популярной в интернете крипипасты. И вот кое-какое селфи Рокки из серии «Девушка мечты» напоминает еще одного персонажа известной крипипасты – Джеффа-убийцу. Более того, создатели мультсериала в эпизоде «Собрание» спародировали самую настоящую, реально существующую крипипасту по Гамблу. Она называется «The Grieving» и написана была пользователем Global Luna 32. Эта крипипаста очень распространилась по интернету, а потом и не могла быть проигнорирована создателями. Пускай весь страх и ужас по телеку они показать не могли, но сам факт существования этой отсылочки уже весьма впечатляет. Начало этой серии интро олморских новостей – это пародия на заставку шоу о смешных видео Америки. А Танис флешмоб, который Гамбл устроил в эпизоде «Романтик», это уже иллюзия на интро-аэробике. В серии пятого сезона «Ваза», когда Николь пытается намекнуть детям на то, чтобы они разбили эту вазу, она начинает очень быстро менять выражение лица, как это делал Дональд Трамп на дебатах в CNN. Ну вы знаете, их форсили буквально пару лет назад. Это далеко не первая ссылочка на Трампа, я их чуть ли не в каждом выпуске упоминаю. Более того, мэр города Элмер – это самый, что ни на есть Дональд Трамп. И все еще в этом же эпизоде по телевизору крутят джингл элморского мусороразрушителя, который является пародией на рекламу барахолки Матгомере. Вот такие старые мемчики. А когда Гамбл и Дарвин в серии «Закон» под сигналы полицейской машины кричат «Так звучит глаз закона!» Это определенно отсылочка к треку «Sound of the Police». В эпизоде «Привидения», когда одержимый Кэрри Гамбл нажирается всем, что только под руку попадется, под музыку происходит пародия на клип «Шайк Моабича» под продиджи, как визуально, так и по мелодии. В серии «Песня» пародируется популярнейшая «Хэллоу» от Адель в исполнении «Луны». А песня «Терри» в этой же серии пародирует очень известный японский трек «Пон-пон-пон». В эпизоде «Сить» Гамбл упоминает «Харлем Шейк». Старый мемчик, в течение которого все внезапно начинали выполнять под музыку странные резкие движения. А в предшествующей этой фразе песни можно заметить малыша из мема с танцующими детьми. В серии «Герои», когда Ричард внезапно выскакивает перед толпой и начинает ужасно стыдно дергаться по своей же крике, это отсылка к танцу из клипа. А ведь в свои времена эта песня была такой же мимистой, как и «Ду-Ду-Харлем Шейк» недавно, а ведь тогда еще даже слова «мем» не существовало, наверное. Но лунную походку Майкла Джексона, думаю, все и до сих пор знают. Именно ее и пародирует Дарвин в эпизоде «Прокрастинатор». В серии «Заклятый враг» Роб летит на разрушающем стены шаре точно так же, как и Майли Сайрус в своем популярнейшем клипе. Ну а песня «Бэйби, бэйби, 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 бэйби» в эпизоде «Датчик» это точно такая своеобразная ссылочка к самому задизлайканному клипе на ютубе «Бэйби» Джастина Бибера. Он спел слово «Бэйби» 17 раз выключите! А в серии «Забвение» в пустоте среди забытых вещей можно увидеть того самого Крейзи Фрога. Странно, мне кажется, что вот его-то как раз все до сих пор помнят, в отличие от того же Харлем Шейка. И к весьма интересному треку был референс в эпизоде «Улучшение». И здесь дело даже не в самой песне, а в истории ее появления на свет. Для начала стоит отметить, что все улучшения, которые обрел Боберт после обновления, это сплошные аллюзии к айфону. Эти фоновые программы серьезно истощают ресурс батареи. Так что? BS7 это пародия на iOS 7, Find My Bobbert это Find My iPhone, Bobber's Store это как App Store, а реклама в начале эпизода в точности пародирует стиль коммерческих роликов Apple, и новая модель Боберта доступна в пяти цветах, так же как и iPhone 5s. Ну и вернемся к песне. После обновления на жесткий диск Боберта принудительно был загружен бесплатный альбом популярных исполнителей. Что еще нового? Бесплатный альбом популярных исполнителей. Это ссылочка на весьма громкий и обсуждаемый случай, когда на новеньком шестом айфоне с самой его покупки уже был загружен новый альбом группы U2 Songs of Innocence. Он был доступен пятиста миллионам покупателям в iTunes, и более того, он автоматически добавлялся в учетные записи пользователей. Многих раздражала загрузка этого альбома на их электронное устройство без их ведомого желания, что и было наглядно в краткой форме, показанном в мультсериале. А под конец эпизода Гамбл произносит... Это была небольшая иллюзия к еще одному, гораздо более серьезному дефекту шестого айфона. Со старта его продаж выяснилось, что новая модель сгибается, если положить ее в задний карман, а затем стис на стул и передавить новенький айфон. Но хоть вирусов там не было, как в одноименном эпизоде второго сезона. Ведь этот вирус впоследствии обрел контроль над техникой и причинил главным героям много неудобств. И в одном из моментов он заявляет... I hope your body is ready. И эта ссылка к мему My Body is Ready используется, очевидно, чтобы передать свое волнение в ожидании любимого или любимой. Говоря о любимых, в серии парочки создатели Гамбл использовали реальные арты фанатов сериала, которые были найдены ими в интернете. К примеру, этого персонажа зовут Зак Сильвия, и нарисовал его пользователь Зак-30. А это Склин, которого нарисовал Миелин Джонсон. А парочку из взрослых Гамбла и Кэрри нарисовал Джонатан Эллорд. Вот так вот. Рисуя фан-арты по любимому мульту, можно однажды в него даже попасть. Небольшая ссылочка была и на интернет-сериал «Надоедливый апельсин», ведь приставание выключателя света к лампочке, с которой он играется в серии «Удивители мир Элмора», очень напоминает по поведению главного протагониста «Надоедливого апельсина». Кстати говоря, когда при включении света из поля видимости исчезает Дарвин в своей призрачной форме в течение эпизода распродажи, это оборудия на загруженную на YouTube хоррор-короткометражку и «Гасни свет», где была в точности такая же сцена. Также стоит вспомнить, как параллельно бегущим в панике по коридору Гамбалу и Дарвину в эпизоде «Фотография» точно так же включается и выключается свет, лишь накаляя пугающую атмосферу. Ну а когда главный герой справляется со всеми страхами, а свет все продолжает мигать, Гамбалу и Дарвин задаются вопросом. Что творится со светом? Ночь, день, ночь, день. Все это очень напоминает серию «Ночная смена» из губки Боба «Квадратные штаны», которому и была сделана эта отсылочка. Мистер Смоук, который скользит по этому коридору в эпизоде истории, создает референс к подобному же вирусному видео. В этой серии Гамбалу еще и забавным образом смонтировал Молли, отсылаясь теперь к другому мему. А тот ролик, о котором говорит директор Браун в серии «Проходной бал» это отсылка к реально существующему видео из дублинского зоопарка. Козел же в серии «Совет» блеит в точности так же, как кричащая овца из очень популярного ролика. Вы точно однажды должны были это слышать. То, как Гамбал готовит себе завтрак в эпизоде «Предатель» это аллюзия на одно из самых старых видео ныне очень популярного ютуб-канала «How to Basic». А в серии «Кандидат» родители оставляют детей в отдельной комнате, включив им песню про 32 осликов. Это отсылка к ужасно стрёмным детским видео на ютубе, которые более известны под названием «Эльза Гейт». В особенности этот мультик напоминает песню про пяти маленьких обезьянок. И вот аж столько мемов в Гамбале, это ещё не учитывая те, что из фильмов или сериалов, о которых я уже говорил в предыдущих частях. Ну а следующее видео с паскалочками уже лежит, дожидается, когда же вы наберёте на этом ролике 40 тысяч лайков. Так что не забудьте поставить перед тем, как уйти. Если же я каких-то мемок забыл, упустил что-то, напишите об этом в комментариях, чтобы я добавил эту паскалочку в один из следующих выпусков. В описании я оставил, кстати, ссылочку на супер-секретную новую серию Гамбала, которую вы ещё не видели. Ну а на этом уж сегодня всё. С вами был Содерлинг. Спасибо за просмотр и пока!